Книга открытым оком. Вопросы по Святой Библии. Вопрос номер 396. Матфея 2.23. И придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется. Прямо в тексте Евангелия делается ссылка на книгу Судей, 13.5. Ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется главы его, потому что от самого чрева младенец ей будет Назареем Божией, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян. Почему начнет спасать от руки филистимлян? Разве Господь это делал? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Иоанн Затауз говорит читателям, чтобы они не любопытствовали чрезмерно, ища в Ветхом Завете предсказания пророков. Ни одного, а нескольких, что он Назареем наречется. Такого пророчества нет ни у одного из известных нам пророков, но во время апостола Матфея эти книги были еще известны евреям Матфею. Иудеи много потеряли во время войны пленений, и многое, что обличало их, умышленно уничтожая вместе с авторами. Иеремия 36 глава. Наш перевод на русский язык сделан с синайского манускрипта, который был найден немецким исследователем Тишендорфом на Синае, в монастыре святой Екатерины, почти случайно. Греясь у одной печи, он спросил монаха, нет ли у них каких-листарых бы свитков? И тот ответил, что никогда и не было. Повернув голову, он увидел у другой печи монаха, который топил печь и бросал в топ какие-то черные пиления, поления. Движимый инстинктом исследователя, он бросился к нему и выхватил из печи оставшиеся целыми дрова. И это оказался известный теперь всему миру синайский манускрипт. Так как в 40-х годах XIX века синайский полуостров был под протекторатом России, то он и сделал этот царский подарок для русского музея. В 1936 советское правительство продало этот манускрипт британскому библейскому обществу за 500 тысяч долларов по тогдашнему курсу. Синодальный перевод русской библии 1876 года был сделан с этого манускрипта. Неизвестно никому, кто и когда переписал указания на книгу судей, которая полностью относится к Самсону. Так что и филиссимляне к Иисусу из Назарета не имеют никакого отношения.